Всем привет! А мы продолжаем разговаривать про женские архетипы. В прошлом видео я рассказала вам про архетип Геры. Ссылочка наверху. Если вы себя в нем не узнали, не расстраивайтесь. Архетипов много. Я обязательно про всех про них расскажу вам. Ну а сегодня мы поговорим про архетип Деметры и, возможно, уже в нем вы себя узнаете. Архетип Деметры в чем-то противоположен архетипу Геры. Если Гера – это женщина-жена, для которой ее муж – самое главное на свете, то у Деметры наоборот. Для нее смысл жизни в детях. А муж где-то там находится, на втором и на третьем плане. Поэтому архетип Деметры достаточно двоякий. В нем есть как светлая, так и темная сторона. И, к сожалению, темная сторона Деметры сейчас очень сильно распространена. Вот когда мы говорим про детоцентристское общество, про всяких я же матерей, это, к сожалению, вот воплощение темной стороны Деметры. Я расскажу вам как про темную ее сторону, так и про светлую. И начнем с темной. «Женщина в темном проявлении Деметры обычно глубоко несчастна и делает несчастными всех своих близких, как мужа, так и детей. Поскольку дети являются главным смыслом в ее жизни, то как только они создают свои собственные семьи, женщина с архетипом Деметры сразу чувствует себя одинокой, несчастной и покинутой. Поэтому она не отпускает от себя выросших детей и начинает активно вмешиваться в их новую семью. Отсюда мы знаем все вот эти вот истории, когда свекровь учит невестку, как ей жить, как правильно воспитывать внуков, настраивает сына против его жены. Или когда теща вмешивается в новую семью своей дочери и говорит, вот какой у тебя муж непутевый, ничего не может, не зарабатывает, безрукий и так далее. Поскольку для этих женщин самое главное их дети, то у них нету никаких интересов, никаких увлечений и хобби, по крайней мере достаточно серьезных, чтобы они могли на них отвлечься и оставить своих детей в покое. Поэтому они начинают своим детям названивать, приходить в неурочное время, постоянно плакать, говорить, что вот вы меня забыли, вы меня покинули, вот я умру, а вы будете жалеть и так далее. Для того, чтобы лучше понять женщину с архетипом Деметры, давайте вспомним древнегреческий миф про эту богиню. Деметра была сестрой Геры, архетип которой мы разобрали в прошлом видео, и сестрой Зевса. В отличие от своей сестры Геры, или в отличие от Афродиты, Деметра, несмотря на всю свою привлекательность, никогда не была чувственной богиней. И ее единственным возлюбленным был ее брат Зевс, от которого она родила дочь Персифону. Больше ничего про возлюбленных Деметры мы не знаем. Есть некий миф о том, что ее брат Посейдон пытался ее соблазнить, но у него ничего не вышло, поэтому он был вынужден взять ее силой. Как бы все про мужчин Деметры. Но здесь есть один важный момент. Когда Деметра узнала, что ее единственная дочь Персифона была похищена богом Аидом, она впала в глубокий траур и забыла тут же про свои обязанности богини, потому что она богиня плодородия, и она отвечает за урожай. Надев траурные одежды, она отправилась в странствие по миру искать свою дочь. За это время деревья перестали плодоносить, трава пожухла, люди начали умирать от голода, но Деметре все это было безразлично. Ей было самое важное найти свою дочь. И несмотря на то, что Персифона обрела, в общем-то, семейное счастье с богом Аидом, Деметре это было параллельно. Ей было... и вот она настояла на том, чтобы ее дочь вернулась к ней, и две трети года проводила вместе со своей матерью. И только на одну треть года она отпускала ее обратно к своему мужу. И вот точно так же женщины с архетипом Деметры, они полные собственницы в отношениях своих детей. Не дай бог муж или жена ее ребенка будет на первом месте перед ней. Все это траур, это потеря смысла жизни, никакие занятия меня не радуют, ничем заниматься не хочу, только вот чтобы мой ребенок был при мне. Еще буквально пару фраз про отрицательную сторону Деметры, и перейдем к ее положительным сторонам. А то вы испугаетесь и подумаете, что это вообще совсем не про вас. Итак, заканчивая мысль про темную сторону Деметры, давайте обратимся к наглядным примерам из кинематографа или из художественной литературы, кто бы мог проиллюстрировать Деметру в ее темном воплощении. На мой взгляд, сюда хорошо подходит Серсея Ланнистер из «Игры престолов». Она, конечно, не совсем темная Деметра, потому что она все-таки и мужчинами интересуется, у нее есть и другие, как бы сказать, увлечения, власть для нее превыше всего. Но мы помним, что дети для нее – это самая главная любовь и смысл ее жизни. Теперь перейдем к положительным сторонам Деметры. Начнем тут же с примера. Раз уж мы говорили про Серсея Ланнистер как отрицательную сторону Деметры, давайте поговорим про положительную сторону Деметры. И здесь, я думаю, лучший пример будет – это мать Терезы. Несмотря на то, что она никогда не была замужем и не имела своих собственных детей, мы можем сказать, что вот она была матерью, в общем-то, для всего человечества. Ну, если вот так вот брать в общих чертах. И женщина со светлой стороной Деметры, она вот тоже такая. Ей не обязательно даже иметь своих собственных детей. Она любит всех людей, всех детей. Для нее нет чужого ребенка. Она заботливая, она добрая. К ней всегда можно обратиться за поддержкой. Она всегда утешит, всегда даст добрый совет, всегда поддержит. Ну, вот как настоящая мать. Она не будет вмешиваться в жизнь своего ребенка. Она не будет диктовать, как ему жить, как ему себя вести. Она всегда будет в стороне, но всегда будет создавать впечатление, что ее ребенок может обратиться к ней в любой момент. Она всегда его выслушает, поддержит, даст совет, поможет. В отличие от Геры, женщина с архетипом Деметры, редко бывает карьеристкой. Обычно она домохозяйка или работает в сфере, связанной с заботой и помощью людям. Например, учитель, врач или работник благотворительной организации. С мужчинами Деметра бывает редко близка. Она выходит замуж один раз и навсегда. Если случается развод, то Деметра новых отношений не ищет, а вся сосредотачивается на детях. И в этом плане женщина ей ближе, чем мужчины, потому что в них она видит соратниц по делу материнства и помощи людям. Итак, в этом видео я рассказала вам про архетип Деметры. У вас может создаться ошибочное впечатление, что это отрицательный архетип. Но это совсем не так. Положительных к качеству Деметры гораздо больше. Как я уже говорила, эта женщина заботливая, добрая, отзывчивая, которая всегда поймет, всегда поддержит, выслушает, накормит, напоит. В общем, та, которая относится ко всем людям с материнской заботой и любовью. Если вы узнали себя в этом архетипе, пишите в комментариях, ставьте хотя бы плюсики. Также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Увидимся.